Добрый день, дорогие зрители ВЭКРАМ! С вами Ханна Зельцер. Сегодня мы поговорим о том, что, где набираться вдохновения, что нас толкает вперед. И посмотрим на пример лидера хаббатского движения, это 7-й любавческий рэбэ, монаха Мэндл Шнерсон. Но сначала, наверняка, всем знакома ситуация, где взять сил. Я понимаю, что меня не устраивает мое положение, да, меня не устраивает то, что меня окружает, то, что со мной происходит, какой-то упадок. Я не хочу быть там, где я нахожусь, да, все не то, все не так. Какое-то такое погрязение в удобном нам положении, скажем так. Нам так удобно, да, говорить все не так, все не то, но мы не желаем выходить из этого состояния. Периодически мы смотрим какие-то видео, да, набираемся, набираемся вдохновения, потом опять тухнем, да. И очень часто мы вот эту ответственность за наше настроение, за нашу продуктивность передаем другим людям, да. Мы говорим, ну мне нужен пенек, мне нужен тренер, мне нужно вдохновение. И это нормально. Но сама ответственность за нашу жизнь, за наш успех, она находится у нас в руках. Именно об этом говорил Любавический Рэбе 10-го швата в день, когда он стал Рэбе. Он взял на себя полномочия быть лидером, да, еврейского народа, лидером хаббатского движения. Но во время того, как он стал Рэбе, он сказал, это его величайшая речь, он сказал такую вещь. Хоть я и стал для вас опорой, лидером, я вам буду, да, помогать, но это не отнимает у вас ответственности. Это не говорит о том, что все, вам нужно сидеть сложа руки и ждать от меня вдохновения и все. Да, понятно, что Рэбе очень сильно хотел донести до всех вот это вот понимание того, что да, у нас скоро избавление, о том, что да, нужно делиться иудаизмом, нужно помогать друг другу, да. Он отправлял посланников своих в дальние уголки мира, в Китае, не знаю, в Индии, в России, в Украине, в Белоруссии, на Кипре. Где бы вы ни спросили, всегда есть посланники Любавического Рэбе. Это люди, которые приближают других людей к иудаизму и показывают, насколько это важно. Теперь, Рэбе, он говорит о том, что мы ответственны за то, что с нами происходит. Более того, мы ответственны за весь еврейский народ, за весь мир. Когда Рэбе было три года, о чем обычно думает маленький ребенок, которому три года? Ну, он думает, ой, хочу конфетку там поиграть, мама, обними. Рэбе уже в три года ему было, он сказал, что он хочет, чтобы пришло избавление. Более того, всю свою жизнь Рэбе потратил на то, чтобы донести до каждого еврея, в любом-любом уголке этого мира, чтобы донести до него, что будет избавление, что нужно для этого что-то сделать. Он кричал об этом просто везде и постоянно. И мы должны просто прислушаться к этому, что он говорил. Рэбе говорил о том, что мы седьмое поколение избавления, как это было седьмое поколение после Авраама, которое попало в Египет. И они все ждали избавления от Всевышнего. И Рэбе говорит о том, что наше седьмое поколение также сейчас готовится к избавлению. Мы тоже находимся, скажем так, в своем Египте. Мы видим, что сейчас происходит в мире. Мы видим, как перед ярким светом, да, это то, что говорил Рэбе, сгущается тьма. Да, что происходит вообще этот президентом? Здесь политика, здесь власть, вирусы, невирусы, да. Мы видим, происходит что-то очень темное, мрачное. Почему? Потому что это период избавления. Это период, когда мы с вами не должны ждать чего-то, какого-то вдохновения от кого-то. Ну, я хочу, чтобы меня подтолкнули, я хочу, чтобы мне дали вдохновение, сил. Да, нужно вдохновляться. Но самый важный источник нашего успеха — это мы, мы сами. Когда, это такой немножко жесткий пример, но когда узники попадали в концлагеря, узники Бухенвальда, да, взять пример. Когда они попадали в концлагеря, да, вначале был шок, это все неправда, это розыгрыш, так не может быть. Потом было какое-то такое замыкание в себе. И дальше люди делились на лагеря. Были люди, которые не хотели принимать то, что с ними происходит. Они замыкались в себе. Они боялись быть побитыми. Они боялись переводиться в другие лагеря. Они боялись смерти. Они думали только о себе. Но были люди, которые даже в таких условиях брали себя в руки, находили смысл, находили цель. И они говорили, я здесь хочу быть полезным. Я хочу хоть еще раз помочь кому-то. Отдавали свою порцию еды, брали дополнительные смены, переводились в лагеря. Они в рамках того, где они находились, реально находили себе смысл. Как мы, живя в нашем поколении, в тех условиях, в которых мы живем, а они наверняка, какой бы ни была жизнь, они наверняка лучше эти условия, чем у узников концлагеря. Правда? Они намного лучше, чем те условия, которые были. Как мы, сидя в удобной квартире, пользуясь теми благами, которые у нас есть, можем сказать, что нам не хватает мотивации. Можем сказать, не, ну, очень сложно соблюдать. Не, ну, наверное, придет когда-то избавление, но я ничего не буду для этого сделать. Как мы можем сидеть сложа руки? Как мы можем позволить этому просто уходить? Как? Мы выбираем быть в концлагере теми узниками, которые просто молчали, закрывались и, да, просто терпели? Или мы выбираем быть полезными? Мы выбираем делиться тем, что мы знаем. Мы выбираем улучшать, да? Мы выбираем еще хоть раз помочь кому-то, услышать там это, то, да? Это все наша фокусировка. Или мы действительно, да, берем в себя в руки, мы понимаем о том, что очень многое зависит от нас на самом деле. Мы понимаем, сколько всего мы можем сделать, даже пусть маленькое, да? Вот, и это пример того лидерства, которое каждый сам ответственный за свое лидерство, которое каждый сам принимает на себя. И так Ребе, когда он стал Ребе 10-го швата, он сказал, да, я лидер, да, я помогаю, да, я опора, да, я посредник, но вся ответственность на каждом из вас. Так будем мы же всему, всему миру говорить о том, что Тора — это жизнь, о том, что у нас есть очень много сил распространить эти знания всему миру, тем самым ускоряя приход избавления. И пусть же это придет поскорее, поскорее, Машех придет и раскроется уже сейчас, Базрат Ашим. Всем хорошего вечера, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok